президента Майю Санду. Правительство объясняет это мировым трендом роста цен. Что же происходит на самом деле и может ли государство в условиях рыночной экономики влиять на эти процессы? Существуют ли инструменты, позволяющие правительству остановить рост цен? Тема сегодняшних обсуждений. Но прежде чем приступим к анализу ситуации, небольшой видеосюжет, как и почему растут цены. В Молдове средние потребительские цены в августе 2021 выросли на 4,64% по сравнению с августом 2020, сообщает Национальное бюро статистики. Непродовольственные товары стали дороже почти на 7%, причем рост произошел в основном за счет увеличения цен на топливо и строительные материалы, примерно на 18%. По данным бюро, продовольственные товары стали почти на 5% дороже, чем в августе 2020 года. Самые высокие цены были зафиксированы на растительное масло – почти 48% и яйца – более 30%. Вместо этого фрукты и овощи подешевели на 4,8% соответственно. При этом стоимость услуг немного выросла на 1%, учитывая, что подешевели газы и электричество. Национальный банк Молдовы прогнозирует непрерывный рост инфляции до конца 2022 года. Итак, рост цен. Чем он объясняется? Мировой ли это тренд, как говорит правительство, или все-таки это козни оппозиции, которые обвиняют правительство в бездействии? Козни правительства. Козни правительства, да. Козни правительства, да. В таком случае. Действительно, в последнее время мы наблюдаем значительный рост цен. Даже из вот этого сюжета видно, что определенные позиции сильно подорожали, некоторые не очень сильно. Ну, традиционно у нас вот этот индекс, он усредненный, поэтому он особо информационного ничего не несет в себе. Социально значимые товары, конечно, подорожали. Есть еще какие-то, ну, в частности, энергетический сектор, который в последнее время вызывает прямо такие ажиотажные такие обсуждения, поэтому вполне закономерен вот этот вопрос, почему растут цены. Вопрос, конечно, правильный, но только в первом приближении, потому что не дает окончательного и содержательного ответа на поставленный вопрос. Можно ответить, скажем, очень просто. Сказать потому, что мировые тренды и вот в мире цены растут, а у нас малая открытая экономика. Ну, и при этом делать многозначительные паузы, и это сойдет за такой наукообразный, так сказать, ответ. Можно вообще никак не реагировать в надежде на то, что цены со временем стабилизируются, и тогда ничего не надо будет делать. У меня такое впечатление, что нынешняя власть примерно вот так вот и действует в этой ситуации, что, на мой взгляд, не есть хорошо. Рост цен есть, это объективная ситуация, и надо ее и объяснять, и в то же время предпринимать какие-то шаги. Мы постоянно говорим о бензине, о топливе, о газе, но есть стройка, я просто как ремарку такой. Есть же рост, мы все потребляем потребителей каких-то социально значимых продуктов, в первую очередь, первая необходимость. Вот масло посолнечное чуть ли не в два раза, хлеб подорожал, еще какие-то продукты, молочко и так далее. Вот это чем объясняется? Вот вы как это объясняете? Сейчас я вот как раз пытаюсь объяснить. Я привел два варианта ответов. Вот третий, мне кажется, это тот, который применяют социалисты. Это постоянно истерить и сваливать с больной головы на здоровую, кричать, что цены... И вот так, в принципе, их заголовки идут в такой логической цепочке, что цены поднялись, потому что Майя Санду и Пас выиграли выборы. Да, единственное, они здесь перепутали по тому, что с синтагмой после того, как. То есть Майя Санду выиграла и после этого цены начали действительно расти. Если бы они так изъяснялись... По-моему, они росли и в апреле, и в мае. Конечно, конечно. В марте росли, в этом году росли цены. Да. На мой взгляд, ни один из приведенных вариантов ответа не является, ну, скажем так, содержательным, как я уже говорил. У нас действительно малая открытая экономика. И вот, скажем, когда в прошлом году был кризис мировой, связанный с пандемией, и все экономики проваливались, мы обвалились на 7%. В этом году наблюдается достаточно хороший рост в 11,7% по первому полугодию. И если бы это было в нормальных условиях, это был бы вообще замечательный рост, если бы за этот же период, за то полугодие в прошлом году не было падения на 7,2%. Поэтому, соответственно, мы только восстановили какой-то уровень. Также в первом полугодии экспорт вырос на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув полтора миллиарда, при этом импорт на целых 32, обращаю внимание, с половиной процентов, достигнув 3,8 миллиарда. Понятно, что дефицит бюджета, который уже составляет больше 2,256 миллионов, то к концу года мы достигнем просто рекорду и по дефициту торгового баланса, и по импорту. Вот в такой модели экономики избежать роста цен просто не удается. То есть большую часть вот этого роста мы импортируем. Но надо отметить, конечно, что есть и вторая часть роста, которая сверху того, что мы импортируем, накручивается местными шмекерами, которые, так сказать, не забывают о своих интересах. У нас они почему-то называются бизнесменами, но вот эти шмекеры постоянно, так сказать, доили народ и крышевались при предыдущем клептократическом режиме, так сказать, на самом высоком уровне. Вот эта вторая часть, на мой взгляд, она и является основной. Вот с этим что-то можно делать. Когда в мире все растет, мы большую часть импортируем. Вот я привел результаты, то есть мы... у нас импорт просто запредельный, компенсируется он только за счет переводов. Избежать полностью поднятия цен нельзя, а вот с этими накрутками, мне кажется, здесь надо разбираться. Мы все помним прекрасно, что мы все эти годы импортировали электроэнергию в разные годы через разные схемы при разных правительствах. То через Венгрию, то через какой-то энергокапитал. В любом случае, все вот эти накрутки уходили в офшоры. Расплачивались мы потребители. То же самое происходило с накрутками на горючее. Также там офшоры задействованы. Что в этом, в этой ситуации регулировало национальное агентство в энергетике, не совсем понятно. Может, защищало оно интересы потребителей? Так нет. монополистов. И вот тут мы приходим еще к одной. Ну вот этот энергокапитал, который контролировал Шевчук и Плохотнюк. Это был этот же состав Наре или предыдущий. Ну не суть важна. Наре же было. Наре подумал. Наре поднимало вопрос существования этого посредника, роль которого была просто перебрасывать бумаги. Там около ста с чем-то миллионов в год они вымывали из наших карманов. Только на этой схеме. Я думаю, что еще одна очень важная проблема, это то, что у нас нет свободных конкурентных рынков. Практически все рынки либо монопольные, либо вот квазимонопольные. Это когда на рынке действует 3-5 игроков крупных, которые объединяются между собой картельными соглашениями. И это здесь мы можем перечислить все рынки. Я когда-то делал такой обзор и просчитывал. Начиная от горючей, это то, что самое видное, 3 импортера, импорт медикаментов и так далее. Мясо. Мясо, где в свое время там было 14 фирм зарегистрированных по одному юридическому адресу. Это как бы конкуренция. Один и так далее. Вот мы приходим к второму регулятору рынка. Совет по конкуренции, который с момента своего создания благополучно дремал в своем офисе. И вот я пытался вспомнить хоть один случай, когда они добились успеха. Его миссия разрушать монополии и создавать конкурентные рынки. Так вот, я не нашел такого смысла. Если мы открытая экономика, хоть и мало этого, тут экономика действительно должна быть открытая во всех смыслах. Совершенно верно. Но открытая по правилам игры внутри страны. Это говорит господин Чубан. У нас как раз закрытая экономика. И я думаю, что... Внутри да. Внутри да. И как раз я думаю, что может быть все-таки с приходом нового правительства пришло время как-то изменить эту модель экономическую. Правила игры, да. Изменить правила игры и в конечном итоге использовать инструменты, государственный инструмент для того, чтобы сделать этот регуляторный какой-то... Вот смотрите сейчас, как практически все сайты заполнены, так сказать, информациями о том, что есть скачкообразный рост на газ. То есть в Европе он начал достигать даже 900. И иногда в некоторых контрактах, фьючерсах, да, даже к тысяче приближаться и переваливал за тысячу. Вот здесь какая ситуация. Здесь у нас имеется естественная монополия. Вот Молдова Газ, которая является дочкой российского газового монополиста Газпрома. Многие это упускают из виду, но надо опять постоянно напоминать, что это дочерняя компания. У Молдовы там 35% контрольный... У правительства. Да, контрольный пакет, пакет принадлежит Газпрому. Конечно, тема очень интересная. Все обсуждают, какие там были закулисные игры России, Германии, Евросоюза, Соединенных Штатов, какие каждый игрок преследовал цели, транзит через Украину, сюда же привязан, геополитика большая и все. Но эти факторы от нас не зависят абсолютно никак. Абсолютно. То есть это где-то там происходит. На больших игроков мы влиять не можем. Господин Чубан, но это естественная монополия, это все-таки специфическая такая. У нас мы ищем альтернативы 30 лет, у нас пока альтернативы нет. Но есть искусственно созданные монополии, картильные изговоры по различным отраслям. Есть пресловутый этот. Я все-таки с ценами на газ, потому что телезрители должны знать некоторую важную информацию. Поскольку, опять же, социалисты начали истерить по этому поводу и чуть ли не ультимативно требовать от Майя Санду срочно лететь в Москву и добиться у Путина выгодной цены на газ, так сказать, это требует определенного комментария. Во-первых, срочно лететь в Москву не получается. Встреча президентов, это достаточно такой сложный, громоздкий, вот Алексей, вы знаете, подготавливается повестка и так далее. Срочно летать в Москву у нас любил Игорь Николаевич Дадон. У него это замечательно получалось, это была его специализация. Он вылетал в Москву, потом, значит, долго прогуливался по Подмосковью, делал селфи на фоне памятников и так далее. Цена в любом случае подрастет. Вот если вот эти переговоры, я уверен, что они ведутся на каком-то низовом уровне, закончатся успешно, то вполне и не исключаю, что Майя Санду и слетает в Москву. А если этого не произойдет, ну, просто так лететь, чтобы поклониться, так сказать, в Москве, я не вижу в этом особого смысла. И самый важный момент, это по оценкам Молдовы ГАЗ, которые вот сегодня буквально были опубликованы, цена в четвертом квартале составит 240 долларов за тысячу кубометров, а среднегодовая 190-200 долларов. Согласитесь, что это никак не 900 долларов, которые нам показывают на споте. Почему это происходит? Потому что наша цена привязана все-таки к нефтяной корзине, которая не растет так быстро, а вот спотовые рынки, мы долго их обсуждали. Спотовые рынки, давайте, чтобы было понятно, это рынки международные. Рынки свободные, международные, в определенные моменты, в прошлом году, летом, например, можно было покупать ниже 100 долларов там газ. Так вот, вот что происходит в энергетической сфере. Почему это важно и почему я с этого начал? Потому что энергетика, если энергоресурсы дорогие, тянет за собой всю цепочку на все товары, услуги и так далее, и так далее. В том числе на продовольственные. Вот то, о чем вы как раз упоминали и то, что волнует тоже наших телезрителей. Так вот, по заявлению Организации продовольственных рынков ФАО при Организации Объединенных Наций, в этом году индекс цен на продовольствие FFPI в апреле текущего года составил 121 пунктов, что на 2 пункта выше, чем в марте, и на 28 пунктов выше, чем в прошлом году. FFPI это показатель, это такая корзина роста цен на продовольствие. Вот, например, на кукурузу цены вскочили даже на 66,7%. Вот такова ситуация, в принципе, с ценами. Я хотела спросить, а мы можем, вот то, что вы говорите, цены на газ, это тоже очень важно, чтобы наши телезрители поняли, так как очень часто это используется и оппозицией, и оппонентами. Вот сказать, что всегда цена на газ, она каким-то образом считалась как инструментом политического давления на руководство страны. Вот то, что сейчас происходит. И обратно. То есть мы всегда это наблюдали, что Игорь Николаевич ездил в Москву, вроде бы получал выгодную цену, приезжал на белом коне, все это докладывал, так сказать, своему электорату. На самом деле у нас заключен долгосрочный контракт, который, правда, истек, но в последние годы он постоянно продлевался, каждый раз еще на год, еще на год и так далее. Поэтому я не исключаю, что и в этом году он будет просто продлен. Вот Молдова Газ заявила, что контракт уже находится в Газпроме. А если он будет просто продлен, то, я думаю, с этим может справиться и министр экономики. И это вообще не, так сказать, не президентское дело. Это вопросу... То есть истерить вокруг этого не надо. Истерить вокруг этого вопроса. И на самом деле сейчас уже не используется этот инструмент как политического давления на власти Молдовы там для того, чтобы получить какие-то другие дивиденды или решить какие-то другие вопросы. Это тоже очень важно. Потому что постоянно, если помним, Россия напоминала, вот мы повысим цены на газ, мы повысим цены на газ для Молдовы. Там будут совершенно другие расчеты. Мы видим, что сейчас, во всяком случае, в этом году такое не происходит. И практически продлевает до конца года. Да, и это важно. Но вот еще один вопрос, который интересует наших телезрителей, я думаю, и предлагаю его здесь все-таки обсудить. Да, понятно, есть мировые тренды, есть процессы объективные, которые происходят на нефтяном газовом рынке, то, что власти Молдовы не могут на это воздействовать. Но все-таки вот этот рост цен по цепочке, как вы говорите, власти Молдовы могут остановить, используя какой-то административный инструмент или исходя из налоговой политики, налоговой политики, таможенной и так далее. Потому что мы видим, что у нас в Молдове почему-то всегда все воспринимается по максимуму. Если мы говорим, что либеральная экономика, либерализация рынка, значит, мы считаем, что все, государство не имеет... Вольница полная. Вольница полная, государство не имеет права... Волшебная рука рынка. Да, государство не имеет права вмешиваться, и тут же экономические агенты начинают возмущаться, что вы не имеете права это делать и так далее и тому подобное, и что все, это вольница вольная. Но мы видим опыт других стран, европейских стран с развитой экономикой, где существуют механизмы регуляторной механизмы по контролю над ценообразованием. Вот, например, мне интересен и понравился пример Австрии, которая пришла к этому контролю еще уже после войны и Второй мировой войны, когда был этот кризисный период, была сильнейшая инфляция, и тогда государство постепенно входило вот в этот процесс ценообразования. В 1976 году в Австрии был принят закон, регулирующий и монетаризирующий ценообразование цены, и в 1988 году были внесены некие изменения. Но государство создало целый совет, куда входил совет по конкуренции, входили бизнес-пены, предприниматели, профсоюзы, министерство экономики, здравоохранения, то, что вы говорите про медикаменты. И вот именно вот этот совет, он участвует в определении, скажем, верхней планки цен. То есть устанавливается верхняя планка, за которую уже нельзя уходить, и вот в рамках этого формируются цены. Германия, страна с такой мощной экономикой, 40% товаров потребления и услуг контролируется, регулируется государством. Греция, 20% товаров потребления и услуг регулируется государством. То есть и существуют различные инструменты, я уже говорила, включительно там разные моменты стимуляции развития экономики, также вот импорт-экспорт, налоговая политика, административное иногда вмешательство государства и так далее. То есть я думаю, что наше правительство может использовать опыт этих стран и как-то все-таки подключиться к этому процессу, иначе у нас будет, в самом деле, вольница вольная. И как получилось с ценой на хлеб? Бельский хлебокомбинат сразу первый повысил цены на хлеб. Вот понятно, с чего, допустим? Здесь очень просто решать. Да, если позволите, да. Это один аспект, это механизмы, которые работают где-то, и наверняка могут и в Молдове работать. У нас элементы контроля над ценами и участия государства в ценоформировании было. На социально значимой есть. И классический пример такого регулирования, это дотации каких-то продуктов, хлеба, в частности, молока и так далее. Сниженный МДС на то же самое. Через налоговую, через пониженные налоги на эти продукты и так далее. С этим никто не спорит. Но есть более другого плана методы. Вот мы говорим о малой открытой экономике. Мы говорим о том, что Молдова зависит от внешних рынков, от внешней конъюнктуры. Понятно, почему произошли эти фундаментальные мировые изменения и тренды. Потому что пандемия. Упала производство, упали рынки с одной стороны. С другой стороны, есть такие богатые страны, как США, страны Западной Европы, которые очень сильно вмешались в этих условиях финансово в поддержание населения. Эти все деньги, которые люди получили от государства в виде прямых каких-то, так сказать, вливаний, дотаций и так далее, ушли, в общем, на потребление. Там не было развития, инвестиций и так далее. Вот эти цены, вот эти деньги, которые ушли на потребление, это привело к поднятию цены. Я сейчас даже не говорю, хорошо это или плохо, констатирую некоторые вещи. Мы малая экономика. У нас баланс торговый не в пользу Молдовы, а в пользу производителей внешних. Мы вот эти продукты и вот эти цены, которые где-то в другом месте сформировались, мы, вот вы говорили совершенно верно, значит, привозим сюда. Тут мы ничего, в общем, сделать не можем. Но, давайте так, если мы начнем производить вот эти товары, которые мы завозим в стране, и эти товары будут качественные и по цене они будут конкурентоспособны, значит, тут мы как раз можем. Влиять напрямую на ценообразование, но я, готовясь к этой передаче, попытался узнать, значит, цифры по самообеспечению. То есть, то, что мы производим из этих товарных позиций, насколько мы покрываем потребность населения в Молдове. Я эти цифры не нашел, но у меня навыков нет. Может быть, они есть, не знаю, Виктор, вы лучше в этом разбирайтесь, но, может быть, их и нет. Мы до конца и точно не знаем, сколько мы производим продукции по теми демпозициями, можем ли мы обеспечить себя этой продукцией. Это, во-первых. Во-вторых, сколько стоит производство этой продукции. У нас масса примеров того, что люди вырастили фрукты, овощи, еще что-то, и им делать нечего. Нет рынков сбыта, или энергетическая составляющая, или налоговая составляющая настолько велика, что эта продукция абсолютно неконкурентоспособна и выгодна привозить яблоки из Польши и петрушку из Турции, например. Я не говорю уже о каких-то технологиях, которые мы вообще... Из Грузии привозим. Из Грузии, что угодно. То есть, когда мы говорим о том, что у нас высокие цены, мы должны эти вопросы и наше беспокойство по этому поводу адресовать тем, которые сказали, что мы приходим, чтобы поменять все. И, в первую очередь, поменять экономику. То есть, из малой открытой экономики мы должны стать производящей, экспортирующей открытой экономикой. И таким образом снизить немножко зависимость Молдовы от того, что происходит на региональных и более глобальных внешних рынках. Если этого не произойдет, то мы бороться с ценами, в общем, не очень сможем. За исключением тех ситуаций, когда мы дерегулируем и уберем вот эти монополии, которые создались у нас в некоторых отраслях. Поэтому, с одной стороны, то, что вы говорите, это важно. С другой стороны, какое-то нормальное экономическое развитие, понимание того, где наше место, где место Молдовы в мировом разделении труда. Что мы производим, куда мы продаем, сколько мы на этом зарабатываем. Может быть, нам не столько с ценами бороться надо, сколько повышать доходы населения, чтобы вот этот тренд, а он останется стабильным на какое-то время. Это прогнозирует и ООН, и другие международные организации, этим занимающиеся, останется повышение цен. Повышать доходы, чтобы люди могли повышение цен воспринимать более спокойно и как-то, так сказать, себя более уверенно чувствовать. То есть, масса вопросов. Но я согласен с тем, что то, что творится у нас, и у нас экономика была такая, что люди не могли открыть какую-то деятельность без того, чтобы не пойти, не лизнуть ботинки плохотнюку. Ну, и вся эта публика, которая сегодня вдруг вспомнила и в Совет по конкуренции, и на РЭ, и так далее, вспомнили о своих обязанностях, вспомнили о демократии. Озаботились. Озаботились. Они все сидели годами, ничего не делали. Сейчас на РЭ, значит, было слушание в парламенте, они пришли, рассказывали про то, что у нас много заправок. Эти заправки, у нас на душу населения больше заправок, чем во Франции и в Германии. А кто позволял эти заправки открывать? Да, они продают там меньше бензина, чем даже в Румынии заправки и так далее. Это нехорошо. Хорошо. Почему ты сейчас об этом говоришь? Послушайте, есть определенная формула расчета от импортной закупочной, дальше все вот эти затраты. То есть, на РЭ ежедневно сейчас устанавливают эти цены на горючее. Но это одна формула. То есть, это просто завел в компьютер, дальше вводишь каждый день. Зачем нам это на РЭ? Нет, оно фактически... Мартышку можно обучить или нет? Вот так, совершенно верно, и просто в онлайн-режиме транслировать эти вещи. По 100 тысяч в месяц получаем. Это еще один раз говорит о том, что мы пришли уже к тому порогу, где мы должны принять решение. Мы какую экономику, какую модель выстраиваем? И это очень важно, потому что тут уже будут, отсюда будут зависеть многие и стимулирующие механизмы, стимулирующие экономику, и создание производства, и то, что мы, какими путями мы будем поднимать благосостояние народа. Вот нам премьер-министр заявила, что повышение, вот эти повышения пенсий, они будут не только за счет этих грантов, а за счет того, что в дальнейшем они будут именно стимулировать различными образом экономику для того, чтобы появлялись деньги, зарплаты и так далее и тому подобное. Так вот, какие меры будут предусмотрены? И сюда входит и именно контроль над ценообразованием или как образовываются эти цены. Я хочу вам сказать, что в европейских странах, в которых мы говорим, что с этой либеральной экономикой, у них есть методы расчеты, даже той цены, если ты импортируешь этот товар, по какой цене ты привез в страну, есть форма расчета, насколько ты дороже или какая твоя маржа, по которой ты можешь продавать. У нас считается так, я купил это за столько, за сколько хочу, столько и накручиваю, по 200, по 300 процентов и так далее. Это тоже неправильно. И думаю, что здесь государство должно включить вот эти органы, если они существуют, у нас существует какой-то закон, который работа, работающий закон. Это очень важно. Мы сейчас прерываемся с вами на рекламную паузу, не переключайтесь. Кстати, сегодняшний эфир особенный, и есть 21 число, сегодня 21 число, 21 года, и наш сегодняшний эфир закончится в 21 час и 21 минуту. Загадайте желание. Загадайте обязательно желание, и оно у вас сбудется. Те, которые досмотрят нас сегодняшний эфир. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, были какие-то, так сказать, проекты, которые вызывали недовольство, вот как, в частности, сквер между театром Еминеску и органным залом, перед бывшей гостиницей Молдова. Но, в общем, этот человек был нацелен на модернизацию. Произошел этот скандал с гостиницей Националь, и этот замминистра, заммэра был уволен, что, в общем, с моей точки зрения, не совсем хорошо для города. Поэтому я считаю, что мэр, потеряв политическую поддержку, пытается проводить какую-то свою собственную игру, но это у него плохо получается. И было бы гораздо разумнее, если бы он искал пути взаимодействия и сотрудничества с центральной властью. Он, кстати, где-то несколько раз уже заявил о том, что у него были встречи с представителем некоторых министерств, где они обсуждали какие-то планы взаимодействия. Но, тем не менее, вот эти заявления в последнее время, которые, я бы сказала так, участились, просто сделанные мэром, в моем видении, говорит о том, что он опосредованно дает понять и обвинять нынешнюю власть, что нынешняя власть не ограничивается только тем, что у них есть большинство в парламенте, что есть президент, что есть премьер-министр, то есть свое правительство, что власть неким образом готовится к местным выборам. И их сейчас настоящая цель – это Кишинев. И вот Иоанн Чабан дает нам понять, что чуть ли не власти готовят какой-то переворот в Кишиневе для того, чтобы его отстранить, поставить какого-то временного исполняющего обязанности мэра для того, чтобы выиграть на последующих выборах местных Кишинев. Вот такой какой-то месседж пытается передать своими вот этими теориями заговора Иоанн Чабан. И безусловно, что отсутствие, то есть он чувствовал себя достаточно комфортабельно, комфортно, когда у них было парламентское большинство во главе с партией социалистов, премьер-министр, Иоанн Чабан мог делать любые вещи, пиарил каждые свои шаги и по ремонтам улиц, и особенно у Бешуара, которая закопила. И они оба одно событие, каждый пиарил себя до дома. Да, и каждое событие, да, и они как-то делили это на двоих. И вот теперь, после этого скандала, который произошел с гостиницей «Националь», я так понимаю, что Иоанн Чабан понял, что будут расследования, будут различные комиссии созданы для того, чтобы посмотреть, а как работает в премарии, скажем, в плане, когда они накладывали какие-то моратории по строительству в районах, парковых зонах. Ну и вот то же самое, что сейчас с гостиницей «Националь», мы видим, что партия «Перемена» не вышла даже с пресс-конференции, дали документы, как проходил этот тендер и что-то происходило. Я думаю, что Иоанн Чабан сейчас просто восхищает некоторые шаги для того, чтобы защититься. И, конечно же, мы видим, что отсутствие вот этой политической поддержки, она очень сильно ослабевает позиции Иоанна Чабана, потому что практически никто за него даже сейчас политически не вписывается. Но является ли, и вот мне странно, почему партия социалистов никак не высказывается, то есть Иоанн Чабан вообще, они отозвали свою политическую поддержку Иоанну Чабану, потому что ходили же разные разговоры, в прессе были, проходили такое, что Иоанн Чабан готовится к самостоятельному политическому проекту. И сейчас именно достаточно много разговоров, что же будет с судьбой самой партии социалистов. Игорь Николаевич Додон тоже к этому прикладывается, говоря о том, что он считает, что партия социалистов должна в скорейшие сроки объединиться с партией коммунистов, создать большую, огромную, сильную, мощную левую партию. И вот все эти разговоры, они наводят на мысль, что то, что сейчас делает Иоанн Чабан, это одна деталь из вот этой большой игры, потому что в этой партии тоже происходят, в партии социалистов тоже происходят какие-то перемены. Если так, как пишется и в российской прессе, и в молдавской, что Игорь Николаевич скоро покинет нас и получит какую-то должность в каких-то структурах Евразийской, или в каком-то там, даже я слышала, читала где-то про какой-то там банк, где он может получить какую-то должность, что Игорь Николаевич покинет Молдову, то партия социалистов, и вот это, если объединять коммунистическую партию с партией социалистов, там должен быть какой-то определенный лидер. Я так понимаю, Игоря Николаевича не будет, Владимир Николаевич уже не может возглавить, или может возглавить, даже не понимаю, а кто-то должен возглавить это. Владимир Николаевич заявил, что он не претендует даже на лидерство в партии коммунистов и будет отходить, поэтому я не думаю, что он может быть каким-то образом лидером объединенной партии, по крайней мере. Ну, это точно будет уже, так сказать, похоронный марш вот этого всего образования. Мне кажется, да, что вы правы. Дадон действительно уходящая натура. Социалисты провалились подряд на президентских и парламентских выборах. И в данном случае Ион Чебан, мне кажется, я склоняюсь к пользе этой версии, нащупывает все-таки варианты собственного проекта, поскольку вот в этом большом объединении социалистов и коммунистов ему сложнее, так сказать, получить лидерские позиции, ну и, по крайней мере, самого главного, единоличного лидера. А создав собственный проект, он может на это, так сказать, сразу, с самого начала сесть. И здесь, мне кажется, что мы это уже наблюдаем, дистанцирование от вот этого социо-коммунистического объединения. То есть в последнее время Чебан ездил в основном в Румынию. Мы видели очень много встреч и фотографий с румынскими мэрами и так далее. И вот он постоянно говорил о том, что надо перенимать опыт, больше сотрудничать, должны быть... Ирина Влаг тоже ездила именно в Румынию. Да, да, совершенно верно. Это как раз говорит о том, что люди понимают, что конъюнктура изменилась, что поддержки социалистов в той мере уже ожидать не приходится. И мне кажется, здесь у них, наверное, все-таки взаимная неприязнь, так сказать, и у Чебана к социалистам, и у социалистов к Чебану. Поэтому вот он таким образом... У него, собственно, два пути выиграть выборы. Один совершенно идеалистический такой, это добиться огромных успехов на посту мэра. И тогда неважно, какого ты цвета, да, но вот если какие-то вещи, вот они очевидные, большие там достижения и все это такое, но этого явно не будет, ну, в силу разных причин, и объективных, и субъективных, кстати. Первое, о чем вот говорил Алексей. И второе, это подготовиться и сделать себе группу поддержки в виде собственной партии, собственного движения, которое будет поддерживать его на следующих выборах. В том числе и местных... Да ну должны быть успехи в Кишиневе для того, чтобы ты создал такую партию. Кишинев сам по себе самый привлекательный в Молдове объект для инвестиций. Это же понятно. Вот Кишинев, да, инвестировать в Кишинев можно огромные суммы. Тут работы и потенциал интеллектуальный тут, и административный, управленческий. А инвестиции сюда придут только оттуда, откуда идет помощь сейчас нынешнему правительству, нынешним центральным властям. Поэтому фундаментально важно сотрудничество мэрии с центральными властями. Потому что центральная власть это такой проводник, такой мост к тем возможностям, которые дают сотрудничество с нашими донорами. Ну я вот не вижу... Вспоминаю компанию Иона Чабана. Когда он где-то подучился в Москве, проходил тренинги, видел, что такое городостроительство и что такое управление большим городом. Когда он был у Собянина, часто нам это показывали. И казалось, у многих создалось впечатление, даже на дебатах, как он говорил о своих планах, что вот этот человек, который что-то в самом деле может сделать для города. И на первых порах были предприняты какие-то шаги. И в самом деле произойдет впечатление, что Ион Чабан что-то делает, что-то хочет сделать. Потом вот вижу, что это прямая, она как-то пошла на спад. И как будто бы ничего уже другого, кроме вот этой гостиницы «Националь» с непонятными. Улица затопленная, это Албешуара как-то сводит на нет. Не вижу каких-то фундаментальных планов по развитию города. Кстати, а где же все-таки генеральный план развития города, который нам обещали все мэры? Если строительную мафию победить нельзя, то надо в нее войти. И вот этого всего нет. Вот этот генеральный план, которого всего нет. Я вспоминаю, вы знаете, прекрасный пример, хотя у нас осталось очень мало времени до рекламной паузы, но я бы сказала, потому что он мне впечатлил просто этот пример. Что мэрия города Вены кинула клич к жителям Вены, и вообще к этому присоединилась вся Австрия. Когда именно в церкви Капуцинов, это такая усыпальница Габсбургов, они хотели привезти со всего мира останки членов семи Габсбургов. И сказали, дайте скажите сколько может, по одному евро, по 50 центов, сколько может. Они собрали столько денег, не только в Венесе, а сколько все австрийцы, для того, чтобы привезти останки Марии Антуанетте, чтобы привезти Габсбургов из Мексики. И вот сейчас это народное достояние, история Габсбургов, которое было сделано по инициативе мэрии Вены. Я тут к чему привожу? У нас, конечно, нет таких имперских семей. Габсбургов не было здесь. Габсбургов, к сожалению, не было. Ну вот, недавно наткнулось на то, что... Гагенсонеры были. Гагенсонеры были, да. Но наткнулось недавно на то, что в печальнейшем состоянии находится филармоника. Все о ней забыли. Ничего не происходит. Ничего абсолютно. И почему бы нашему мэру или нашей мэрии не клинуть клич, не возглавить это, чтобы каждый, кто может, хотя бы один лень, 50 бань, и на это вся страна. Потому что у нас одна филармония. В больших странах, в каждом городе, в большом по филармонии. Нет, у нас одна филармония. Это республиканское достояние, это возможно было. Да, вместе с правительством надо заниматься. Вынуждены переключиться на рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Помните, 21, 21, 21. Это ваша цифра, которая вам повезет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Которые мы отвечаем на вопросы, поступающие в наш адрес от телезрителей. Итак, первый вопрос, касающийся выборов в Гагаузи. И вопрос, насколько результаты и низкая явка отображает реальную политическую ситуацию в автономии. Давайте посмотрим, как проходили выборы в Гагаузи и какие там результаты. Чтобы занять кресло, чтобы занять кресло депутаты в Народном собрании. Как бы, ну, есть и есть молодежь, ожидаем, чтобы для пенсионеров что-то было, тоже что-то сделано хорошее, потому что пенсионеры у нас бедствуют, очень сильно бедствуют пенсионеры. Да, у них всех программы красивые. А вот когда до дела доходят, уже они забывают о своих предвыборных обещаниях. Не нужны мне эти программы. Я когда слушаю их обещания, я только диву даю, что за дураков нас держите. Неужели вы это все сделаете? Зачем вы нам, извините за выражение, пыль в глаза бросаете? Как вы оцените работу бывшего Народного собрания? Вы знаете, я сколько раз смотрела в интернете, я напрочь не понимаю таких людей, каким образом они попадают в наши, хотя мы и сами же и избираем. Но я считаю, что это позор для того народа, который проживает в нашем регионе. Из 18 депутатов, избранных в первом туре, 12 независимые. Еще пятерых кандидатов выдвинул блок коммунистов и социалистов. И только один из 18 победителей от партии «Строим Европу дома». При этом правящая в республике партия «Действия и солидарности» в этих выборах не участвует. А ее лидер Игорь Гроссу признал на прошлой неделе, что сегодня ПДС имеет слабые позиции в автономии. Еще раз вернусь к проблеме. Отсутствие местных политических партий. Национальные политические партии, кроме левых и только тех, которые пользуются поддержкой России, не имеют никаких шансов на территорию Грузии. Это мы видим. Поэтому только блок коммунистов и социалистов участвует в этих выборах. Если нужно создавать конкурентную среду, где участвовали бы независимые кандидаты, вообще непонятно, кто они такие, что они из себя представляют. А должна быть конкурентная среда, в которой участвуют организованные политические силы. Выборы в автономии не обошлись без инцидентов. На избирательном участке в селе Буджак зарегистрировали массовый подвоз избирателей. Все они были с временной пропиской по адресу улица Павлова 5. Возле участка разгорелся скандал. Жители села Буджак ругались и не пускали голосовать граждан с временной пропиской в их селе. Бывший председатель Народного собрания Гагаузии и кандидат в депутаты нового созыва Владимир Кыса обвинил в организации подвоза своего конкурента Александра Кенди Геляна. Вот смотри, какая колонна машин здесь стоит. Посмотри, какая машина колонна. Что, пацаны, проголосовали? Проголосовали или нет? Жители села Буджак проголосовали уже? Вам не стыдно? Молодая девушка сидела дома, пришла сюда голосовать, не живя здесь. Зачем вам это надо? Я считаю, что это было сделано специально. И вот этот массовый подвоз, человек хочет просто купить мандат депутата. Он просто хочет сегодня людей, которые прописаны, а мы уже говорим, это сборная Гагаузия. Здесь очень много населенных пунктов прописано в этом доме. И если вы более детально разберетесь, там в одной квартире на 50 квадратов по 11-12 человек прописано. Где это реально невозможно жить. В свою очередь, Кенди Гелян отрицает обвинения. Жаль, что они не обвиняют меня в убийстве Кеннеди. Вот честное слово, жаль. С таким же успехом могли бы они это сделать. Еще один инцидент связан с депутатами от ПСРМ. В день выборов возле избирательного участка вулканишных с самого утра заметили машину с депутатами парламента от блока ПКРМ-ПСРМ, Раду Мудряком и Петром Бурдужей. Здравствуйте. Можно с вами пообщаться? Да? Я говорю, хочу с вами пообщаться. Здравствуйте. Просто сегодня заметил вас пару раз уже. Раз, два, три, пять, десять. Не, ну вы с утра просто. Можно узнать, кто вы? Не, ну скажите. Да, я вот хочу очень знать. Сюда. Депутатов снял на видео мэр Вулканешт Виктор Петриоглу. Он попытался выяснить у Мудряка и Бурдужи, зачем они дежурят у избирательного участка, но ответа не получил. Депутаты Народного собрания Гагаузии могут принимать законы на местном уровне, участвовать в формировании внутренней политики автономии, утверждать состав исполнительного комитета и увольнять представителей органов местного публичного управления. Также они могут инициировать референдумы на уровне автономии. Окончательные результаты выборов должна утвердить апелляционная палата Камрата. В предвыборной гонке зарегистрировались 123 кандидата. При этом в Народном собрании всего 35 мест. Результаты выборов в Гагаузии очень интересны, потому что это премьера. Первый раз за все эти годы, когда электораты Гагаузии считаются очень дисциплинированным, активным, где явка всегда была не ниже 64%. Сейчас мы видим, что явка очень низкая. В некоторых округах вообще выборы не состоялись. Не состоялись. И только 17 человек из 35, которые должны пройти в Народное собрание, только 17 человек победили с первого тура. Еще 18 должны еще пройти, уже состояться второй тур. В нескольких округах будут повторные выборы. То есть это говорит о том, что ситуация, которая в общем по стране температура, скажем, в общем по стране, она не могла не сказаться и на ситуации в Гагаузии, которая всегда традиционно голосовала с левыми партиями и за левые партии. Сейчас мы видим, что единственная левая партия, скажем, условно левая, это блок социалистов и коммунистов, которые вообще в первом туре взяли только 6 мандатов. Остальные, участвующие в выборах. А, и кстати, очень интересно, мне понравилось, что два кандидата были от партии Пачи, незабедного Кавкалюка. Вот только эти две партии, которые официально участвовали как партии. Остальные кандидаты не хотели выходить от имени партии, быть представленными партиями и выходили как кандидаты независимые. То есть есть вот это, перекликается это как-то с ситуацией на республиканском уровне, что уже вроде геополитика существует еще на этих выборах, а не про российские партии, но тем не менее, вот эта анемичность, вот это гагаузского избирателя, который практически не очень слабо был представлен на выборах. Я просто перед тем, как вы сделаете более глубокий анализ, может быть, господин Чобанов, маленькую ремарку. Мы должны напомнить нашим телезрителям, что выборы там проходят по мажоритарной системе, по округам. По округам, да. Да, и это, если быть очень точным в терминах, это региональные выборы, ну местные выборы, это местные выборы. На местных выборах всегда важны все-таки личности, участвующих в этих выборах людей. И это очень хорошо поняли в Гагаузии и в этих избирательных округах. Вот по спискам партии Пачи выиграл с первого тура какой-то человек. Я уже не помню его имя и фамилию, но он член Народного собрания. Сейчас он свой мандат обновил. Он действующий депутат Народного собрания Гагаузии. Сейчас он обновил. Значит, партия Пачи, ну не назовешь ее популярной партией. Это партия, лидер которой очень дискредитирован, был целый ряд скандалов, вот предвыборную кампанию парламентскую в Молдове. Поэтому никоим образом эта партия помочь этому человеку не могла. Наверняка он победил, потому что он уважаемый на месте человека, не потому что он член этой партии Кавкалюка. Что касается партии социалистов-коммунистов, тут вот этот венец и ореол, так сказать, левых партий мог сыграть свою роль. Но тем не менее мы видим, что люди, большинство, там 127 человек, по-моему, участвовало. 122. 122. Из которых 99 это независимые. То есть 100 человек из 120 решили независимыми участвовать. То есть наверняка там заваривается какая-то местная комбинация, которую мы еще узнаем. Тогда, когда будут формироваться коалиции большинство, потому что там надо тоже голосовать и так далее. И будет ли большинство в поддержку нынешнего Башкана или не будет большинство в поддержку нынешнего Башкана, это самая главная интрига этих выборов. Мы еще узнаем. Но сам факт, что, несмотря на то, что низкая явка, но сам факт, что столько участников гонки, довольно много участников, говорит о том, что люди активно сейчас в политической жизни считают, что они должны управлять делами в своей автономии. Это хорошая новость. Я понимаю, что вы смотрите полную сторону, полную часть стакана. То, что их было 122, а в Гагузи всегда очень много участвуют кандидатов на выборы в национальное собрание Гагузи. И то, что их много, и что они активны, это хорошо. Но у нас случилось то, что не случалось никогда. Что те, которые за них голосуют, их мало, и они не вышли на выборы, и они не активны. Вот это проблема сейчас, политическая проблема с выборами в Гагаузи. То, что партии уже настолько там непопулярны, что некоторые партии даже не объявили своих... То есть единственная партия, как говорит эксперт из Гагаузи, которая открыто назвала своих кандидатов, и что она участвует в выборах, это была только партия, то есть блок коммунистов и социалистов. Ни Демпартия, которая управляла национальным собранием, которая вообще там перенесла всю политическую элиту, ни партии, там, скажем, Гражданского конгресса, которые я не слышала, чтобы они... Но они участвовали в весной, которые перенесли. Я говорю из левых партий, да. Там не произошло голосование, они участвовали, они везде зарегистрировали своих кандидатов, но после парламентских выборов в Молдове, то есть, ну, почему ПАС не участвовал? Потому что он, естественно, не повторил бы своего... Не то, что не повторил бы результата, а показал бы, наверное, противоположные результаты в Гагаузи, что не совсем хорошо для имиджа. Ну, и Конгресс тоже не показал на парламентских выборах. Ну, и с другой стороны, это все-таки большой знак вопроса и претензия, скажем, к правым партиям, причем это не только на этих выборах, а вообще... Которые практически не работают в регионе. Которые практически не работают в регионе. И с регионом, да. Здесь, конечно, мы можем наблюдать, я бы сказал даже, ну, как сказать, ну, некий такой здоровый оппортунизм Гагаузских кандидатов, которые всегда умели встраиваться в конъюнктуру центра. Вот вы упоминали ДЕМ-партию, когда она рулила, там многие становились такими... То есть вся страна встроилась, к сожалению. Да, с другой стороны, вот независимые. Они же не действительно независимые, за ними кто-то стоит. В Гагаузии, как правило, говорят больше не о партиях, а о неких кланах, которые там существуют, тоже влияние и так далее, и так далее. Вот в таких условиях происходят выборы. Но то, что электорат проголосовал ногами на этих выборах, это, мне кажется, в определенной степени говорит о том, что политики... Еще посмотрим, как они проголосуют. Нет, мы все это... По первому туру. По первому туру, да, конечно, по низкой явке. Поэтому вы сами говорили, что там традиционно высокая явка, традиционно... Это, видимо, разочарование все... Это красный регион. Вот я, например, сейчас не готов побиться об заклады и сказать, что блок коммунистов и социалистов... Это Дадон нам говорит, что он уверен, что они создадут большинство. Я вот не уверен по первому туру, какая конфигурация сложится. Вполне возможно, что там будет некий другой местный расклад, который получится... Я думаю, что да, там есть местные. ...получится в результате, да. Будет блок независимых какой-то. И вот, кстати, что-то интересное, на этих выборах участвовал со своими кандидатами. Конечно, он об этом не говорил. Это один из владельцев шерифа, партнер Гушана Казмалы, который имел своих кандидатов. И они, кстати, не прошли в первом туре. Ну, вся Гузя знала, что эти кандидаты. То есть прогнозируют эксперты, что те, которые поддерживают Ирину Влах, где-то около пяти еще кандидатов, поддерживающих ее, пройдут. И как бы коммунисты и социалисты будут иметь около десяти мандатов. И вот 15 мандатов, это не 35. Но там есть очень достаточно серьезный игрок, каковым является господин Константинов. Это очень крупный бизнесмен. Его когда-то в ГГУЗе считали таким, как у нас Плахотнюка. Они, кстати, одно время он был членом Демократической партии и был председателем Народного собрания. То есть, говорят, что достаточно активен. И мы можем получить совершенно, как вы говорите, совершенно другой расклад в Народном собрании ГГУЗе. Но уже посмотрим, что покажет второй тур или повторные выборы на участках, где они состоялись. Второй вопрос нашей телезрители касается медленных темпов вакцинации. Вот сейчас новая волна пошла с заражений, достаточно большие цифры. И вот наши телезрители интересуются и уже задаются вопросом. Нужны ли более жесткие меры со стороны, введения со стороны Чрезвычайной комиссии по здоровью? Побличному здоровью. Побличному здоровью. Знаете, жесткие меры всегда непопулярны. Естественно. Но я думаю, что жесткие меры приводят к определенным результатам. Я бы привел, например, Италию. Вот то, что сейчас тоже на слуху. И Италия ввела обязательный грин-пасс, то есть практически для всех работников. То есть люди фактически должны выбирать, либо они продолжают работать, получать зарплату, либо, если они не вакцинированы, они не могут попасть на работу. И даже среди медиков были не вакцинированы. И вот на прошлой, кажется, неделе итальянцы просто уволили 420 медработников. И остальных предупредили о том, что они тоже будут уволены. Вот насколько далеко, я еще раз повторюсь, что мне кажется, что у нас это будет крайне непопулярные меры, но учитывая рост заразности, новой вот этой раздовидности вируса, Дельта и всякие... И то, что у нас нет именно анализов, которые показывают, Дельта это или не Дельта, спецификации, нету? Совершенно верно. И то, что у нас нет культуры исполнения даже тех мер, которые были раньше, или вот это мы повсеместно наблюдаем скандалы, которые происходили. Вот в новостях говорили, что в троллейбусе чуть ли не подрались из-за того, что кто-то без маски, кто-то в маске. Ну, мы говорили об этом не раз, и мы все вакцинированы. И ни у кого не возникает вопрос, когда младенцу нескольких дней, он только родился, ему несколько дней, ему ставят первую вакцину, потом через месяц вторую и так далее. Я уже не помню алгоритм. Но это в самом-самом раннем возрасте ставят эти вакцины. По этим вакцинам в общем вопросов нет. Их не было тогда, когда мы жили в другом государстве, в Советском Союзе. Но это было авторитарное государство. Там спорить нельзя было, потому что это была обязательная вакцинация. И тот факт, что мы сегодня демократия, демократическое государство, каждый имеет право, так сказать, высказаться по той или иной проблеме, не означает, что мы должны выступать в вопросах общественного здоровья с таких обскурантистских антинаучных позиций. Мы с сожалением констатируем, что в течение 30 лет у нас произошла деградация по всем фронтам настолько, что вот у нас проблема с вакцинацией учителей. Вот мы говорили, что они должны быть впереди процесса просвещения населения, учеников и так далее. Мы не можем их вакцинировать. Фактически самый низкий уровень. Поэтому я поддерживаю меры обязательной вакцинации, если не всеобщие, то по каким-то профессиональным категориям. Нет, но даже если вводить какие-то более жесткие меры, то обязательно должен быть контроль за этими мерами. Совершенно верно. Потому что мы вводим жесткие меры, никто этих мер не придерживается, и они просто проходят так, как в виде рекламы по телевидению. То есть если правительство берется, или министерство здравоохранения берется за то, что мы говорили сделать, на общенациональную кампанию для того, чтобы просветить людей, почему нужна вакцинация, что происходит с организмом, когда человек не вакцинирован, какие случаи, что и как. И тогда обязательно придумать меры контроля над выполнением введенных карантинных мер. Иначе тогда это дальше разговоров, и такие низкие темпы вакцинации у нас будут продолжаться. Только одна цифра, я больше не задерживаю. И вот 90, почти 90, 87% из тех, которые заражены, не вакцинированы. То есть люди должны понимать, что вакцина работает. Да, конечно. И болеют тяжело, как раз не вакцинированы. И главное, предотвращают от смерти. Абсолютно. От смерти и от ИВА. Тяжелое прохождение болезни. И в заключение наша традиционная рубрика «Перломет», в которой мы отмечаем наших выдающихся политиков, произнесших лучшие перлы на этой неделе. Чемпионом у нас становится один из директоров Национального агентства по регулированию энергетики, Ужен Карпов, который сообщил в ходе пресс-конференции, следующее, скоро появится мобильное приложение для цен на топливо. Приложение разрабатывает Национальное агентство по регулированию энергетики. Теперь водители смогут узнать цены на топливо на каждой АЗС в стране. Здорово. Это единственное, что может сделать Наре, да? Мы облегчаем пути поисков. У вас будет приложение, и вы можете прийти и посмотреть, какой все-таки АЗС цена ниже. На три бана за 300 километров. За 300 километров вы проедете и сэкономите. Следующий шаг во всем мире АЗС. Самые низкие цены в Северной Корее. Но это крутой шаг и аргумент для того, чтобы все-таки поддержать этих Нарешников еще где-то месяц, два, пока месяц они это приложение. Они получают зарплаты, которые пенсионеры за все период пенсии не получают в один месяц. Зато закончилось каким-то приложением. Вот это то, что целое Наре могло придумать и сказать нам про цены на топливо. Да, творческие люди. Ну что же, уже оставлять таких Нарешников или не оставлять, это должно решать нынешнее правительство. В любом случае не оставят, это совершенно очевидно. Социалисты настаивали, был скандал в прошлой неделе, так сказать, настаивали на немедленно. Итак, 21-21. Магические цифры. Когда-то кто-то из политиков любил об этом говорить, что в этом есть какая-то символика. 21 сентября 2021 года, 21-21 наша передача подошла к концу. Таковы были темы наших сегодняшних обсуждений. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Берегите себя, преодолевайте стереотипы и не бойтесь меняться. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок